МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий сезон. Аргентина встречает звезд эстрады и кино и обычных людей из России. И каждый раз эта встреча с неизвестностью отчего усиливается не только страх, но и интерес. Десять участников прошлых сезонов жестоких игр, которые во второй раз приехали сюда, в Аргентину, чтобы испытать себя еще раз, еще раз попробовать побороться за место в суперфинале. Итак, здесь, в Аргентине, вновь те, кто твердо решил в новом противостоянии доказать свое превосходство. Встречайте! Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Жестокие игры в этом сезоне. Мы начинаем! Вы все проходили жестокие игры, то есть у нас такие очень сильные результаты, и получается, что сейчас как раз соревнования гораздо интереснее, чем в прошлые разы. Тогда там люди боялись, кто-то сразу же спрыгивал, отказывался, а вот и сделал. Главный приз – миллион рублей на двоих. Сегодняшней команде удача пригодится вдвойне, ведь каждый из них побывал на жестоких играх. И, кстати, потерпел поражение. Нас ждет реванш! Но участников были девять человек. Один человек был специальным гостем, который сидел вместе с Дмитрием Гибровым и, потягивая матой, скалопас, размышлял о том, как ребятам тяжело сражаться и как бы он поступил в Леша Ягудин. Железный человек, в буквальном смысле слова, поскольку когда ему пришлось делать операцию, ему вставили протез коленного сустава абсолютно металлический. И он продолжает с ним выступать, и, вы знаете, катается в шоу. Леш, когда ты ехал, ты не боялся, что это может как-то повредить? Я боялся только, что установят очень большой магнит. И ты не сможешь от него отлепиться. Остального он не боится. Очень хорошо. Я хочу спросить Юлию, Тимоль. Задача игрока в этом испытании – добраться до финиша через движущуюся конструкцию, которая состоит из двух крестов, закрепленных один над другим на общей оси. Стрелки нижнего креста представляют из себя мостики, по которым нужно бежать до середины. Причем делать это нужно исключительно по мостикам зеленого цвета. А выбегать из середины только по красному. Дальше – качающаяся платформа и финал. Стрелки верхнего креста представляют из себя помехи, которые так и норовят сбить участника с ног. Причем через них можно только перепрыгивать. Проползать под ними запрещено. Мужчины и женщины, которые не смогут пройти боевое крещение, покидают игру. Ну а те, кто сделает это быстрее всех, получают 10 бонус на секунду. Ну что ж, посмотрим, кто же окажется сейчас самым быстрым. Филипп Асташов стартует первый. Он уже сорвался. Лена Кулецкая. Бесстрашная девчонка. Молодец! В данной ситуации Илья Новиков может оказаться победителем, потому что он хотя бы добежал до середины. Может быть, вообще один Новиков только это и пройдет все задания. Асташов! Удержаться или нет? Руки очень сильные. Нет! Молодец! Филипп удерживается. Да Илья сорвался. Так долго выбирал момент для старта и не удержался. Игудин. Молодец! Все, теперь их там двое. Филипп и Алексей. Нет! Игудин. Да-да-да-да-да! Успевает или нет? Успевает или нет? Успевает или нет? Ему сбрасывает качающийся в лотку. Нет-нет-нет. Он ловит баланс. Он ловит баланс. Он не знал, что она качающаяся. Леха, давай! Игудин, давай-давай! Золотая медаль! Вот он что сделал. Умница, красавец. Это тактика большого спортсмена. Он маленькими движениями передвигался по 10 сантиметров перов, чтобы не перевалить эту простору. Просто эта штучка, она тоже управляется. И как она будет колебаться, никто не может предсказать. Самое главное, не стремя голову куда-то бросаться и пытаться пройти то или иное препятствие. А самое главное, даже может быть, немножко подождать, посмотреть на ошибки своих соперников и потом уже принимать какие-то решения. Задача игрока в этом испытании – дольше всех удержаться на ускоряющемся конусе. При этом не просто бежать, а перепрыгивать через вращающуюся рогатку. Игрок, который оказывается за стеной из висящих мешков, считается выбывшим, упавшим лодом. Тот молодой человек и та девушка, которые дольше всех устояли на конусе, получают по 10 бонусных секунд и проходят в следующие испытания. А для остальных испытание повторяется снова. И так до тех пор, пока не определятся шесть лучших участников. Сколько я понял, самое главное в этой игре – это вот когда будет... Все восемь. Предыдущие годы уже бывали на жестоких играх. Никто из них не знает, что сейчас будет. Итак, вот это чертово колесо, которое напоминает круги, когда-то стоявшие в парках культуры отдыха, типа Горьковского в Москве. Нужно не просто удержаться на конусе, нужно удержаться вот в этом секторе, ограниченном удобными почками с правой и с левой стороны. Ой, как все быстро-то закрутилось-то. Никто не ожидал такого пара событий. Участники, которых уносят сейчас за эти подвесные бочки, все, считай, выбыли. Списаны с пробега. И вот сейчас нужно удерживаться. Собственно, надо понять, кто будет героями этого самого первого забега на этом испытании в третьем сезоне. Пока все это так достаточно медленно, выглядит и достаточно удобно, и не представляет проблем. Но это только пока. Кто это? Тимонина успевает? Вроде бы успевает. Во-первых, конечно же, рогатка ускоряется, и этого нельзя списывать со счетов. И есть еще искушение спуститься пониже, там где рогатка поменьше высотой, но тогда легко упасть. Это во-первых. Во-вторых, некоторые наши участники придумали свою тактику. Они уходят туда подальше и разбегаются как бы навстречу рогатке, но не всегда получается. Но вот в результате их остается уже четверо. Алексей Ягудин, Филипп, Илья, девчонки все в воде. Последняя Юля Тимонина. Арчи уже в воде. Илья Новиков сбрасывает тапки, падает. Неужели они опять вдвоем? Филипп Асташов и Алексей Ягудин. О, пара бойцов. Они экономят силы, так бегут спокойно, легко поглядывая боковым зрением друг на друга, чтобы не терять соперника из видов. Филипп Асташов, действующий пожарный, который каждый день тренируется. Он должен быть в форме. Ну, если взять Алексея Ягудина, то он тоже в форме, учитывая количество сезонов льда и ледникового периода, и лед и пламя. Он в отличной форме. И мы это видим. А вот и Ягудин слетает в воду, но он уже в следующем испытании. Алексей Ягудин прославленный чемпион, единственный в команде, который не проходил жестоких испытаний. Он все переживал со стороны, но будучи спортсменом, с 20-летней карьерой, ему как никому другому важно добиться высшего результата. Другой он просто не сможет принять. Видно, что каждому испытанию он продумывает в голове свою тактику. И кажется, ничто не способно сбить его с пути. Вот и в этом испытании он тоже победитель. Конечно же, жестокие игры – это клевые соревнования. По состоянию внутреннему ты очень приближен к тому состоянию, которое ты испытывал во время Олимпийских игр. На самом деле, я уже говорил, я не понимаю, зачем вы себе наверх полезли. Но там же меньше и разбег вот этот был, получается. Дело в том, что когда ты стоишь снизу, ты же мне сказал, что наверху разбег поменьше, вернее. Ну, там меньше бежать, да. Просто когда ты стоишь, даже элементарная вещь такая, когда ты стоишь внизу, и сверху падает человек, он тебя зацепляет по-любому. Мы больше сами друг друга, получается, сбивали, чем вот эти вот крутящие штуки. Я только слышал дистанцию, держите дистанцию. Да, да, ну от чего вообще? Хватит мне на пятки наступать. Все так рады? Дайдите. Ну, кому на пятки, я вообще без обуви. У меня вообще один кроссовок сетел, и ничего, я думаю. Ну, все, Тимурин, пока. Я думаю, когда я услышал эти фразы, я думаю, дай-ка я смещусь еще подальше, вперед. Итак, следующее испытание в адский марафон из «Парней» выходит Алексей Ягудин, Илья Новиков и Арчи. Девчонок, это не за тебя было? Ну, странно, я просто сзади тебя стоял, как бы, да, мы очень устали. И вот это преодоление центрифуги, мне не хватило времени ее перепрыгнуть, это несло меня. Ну что, я покидаю вас, желаю всем удачи, давайте без травм. Спасибо, дружище. Давай, было приятно с вами бороться. Будьте хуратен. Давай, давай, пока, удачи. Пока, пока, удачи. Сколько бы ни говорили нам, посмотри на вот другого человека, сделай выводы и учись на чужих ошибках. Мы все понимаем, что мы пока не вляпаемся во что-то, мы не делаем определенных выводов. Честно, для меня уже страшного ничего нет, потому что я прошла в прошлой игре «Огонь, вода и медные трубы». В этом сезоне, наверное, уже страх у меня просто-напросто отсутствует. Присутствует только желание выиграть и победить. Больше всего жалко наших родных и близких, потому что каждый раз, когда мы отправляемся на какие-нибудь новые попечения, мне они все, ну зачем, ну зачем тебе это надо, ну зачем? Адский марафон начинается со стремительной центрифуги, на которой раскручивают участников. Затем дистанция из шатких столбиков и финиш. Потом снова центрифуга, но на сей раз вместо столбиков участникам предстоит преодолеть шатающиеся платформы. В конце мы должны получить 4 человека, которые и проходят в следующий круг испытаний. Лучшие мужчины и женщины, которые быстрее всех справятся с адским марафоном, получают по 10 бонусных секунд. Итак, их шестеро. Тех, кто стоит сейчас на старте адского марафона. После этого марафона останется четверо. Тех, кто отправится в финальное испытание сегодняшнего матча-реванша. Итак, адский марафон. Ну, наша любимая центрифуга. Ни один человек здесь себя уже попробовал и проверил свой вестибулярный аппарат. И сколько разных слов мы слышали от участников по поводу этой центрифуги за кадром, конечно. Да, конечно же, за кадром. Не все из этого, скажем, можно выдавать в эфир. Поэтому вы можете себе представить, каково людям испытывать это сейчас уже по второму разу в своей жизни. И по собственной воле, заметим. Юлия Тимонина, Лена Кулецкая, Настя Кочеткова, которая получила травму, которой врачи посоветовали не выходить на старт. Но она все сейчас раскручивается в обратную сторону. Это адское колесо. И опять Алексей Игудин здесь в чуть-чуть более выброшенном положении. Потому что как раз для фигуриста вестибулярный аппарат куча элементов, которые содержат кручение. Посмотрим. Так, ну это Юлия Тимонина. Ну, я смотрю, Юля разошлась. Узнаем Юлю, ее хватку и волю в победе. Новиков. Тоже, между прочим, характер Буттинати. Юля первая сваливается в воду. Напоминаем, что эти столбики, они не просто шаткие, но еще и смазаны специально скользящей жидкостью. Итак, Илья справа. Игудин удерживается. Ну, Леха дает. Вот уж олимпиец настоящий. Вы смотрите, как он легко движется. Не хочу каркать. Давайте вот так вот сделаем. Болеет за Игудин. Пальчики скрестим. А что? Человек действительно доказывает, что он олимпийский чемпион. Тем временем Лена Кулецкая догоняет Алексея. Ох, хорошо. Хорош прыжок. Арчи. Занимает место Ильи. Кулецкая не отстает от Игудина. Игудин, ребята, Игудин легко. Их осталось только четверо. Кто из них достоин победы и выхода в суперфинал, узнаем очень скоро. Мы продолжаем. Помимо того, что мы вообще собрались, да, вот сейчас четверо, самая еще вот маленькая победа в том, что мы без травм пока идем. Слава Богу. Не хотелось бы, чтобы вот эта хорошая тенденция продолжалась. Конечно, очень печально, то, что вот нас сегодня два человека ушли с травмами, и два человека, которые уже были, в принципе, там, и морально, и физически подкованы, находились здесь заранее. И тем не менее, это, опять же, показывает, что никто от чего не застрахован. Игудин действительно серьезный. А впереди грядущее испытание. Оно в себе как раз заключает все вот пройденные сложности. Так что будет еще хуже, мне кажется. Итак, послушайте внимательно, что ждет участник. Сначала участник спускается вниз по огромному желобу в потоках воды. Потом, наоборот, поднимается вверх по другому желобу, принимая на себя тонны воды. Затем движение по узкой приступочке вдоль стены, которую мы называем стена плача, потому что здесь тоже вода. После этого нужно бежать по узкой дорожке и нескольким отдельным ступеням, установленным на высоких столбах. Бежать очень быстро, чтобы тебя не догнали и не сбили вращающиеся конструкции. Если же сбили, то участнику мужчине нужно проплыть назад, подняться по лестнице и повторить маршрут. Девушка может плыть вперед. Затем следующий этап испытания. Три вращающиеся платформы нужно перепрыгивать с одной на другую, а с последней прыгнуть на финишную платформу и нажатием на кнопку остановить время. При этом в этом испытании участникам пригодятся бонусные секунды, которые были завоеваны ими в предыдущих испытаниях. Ну что, Алексей, ты у нас первый? Да, в любом случае. Давай. Нам всем удачи. Ну ты так как будто прощаешься. Подожди, не прощайся. Давай. Ну, слушай, на всякий случай. Ты пока показывал идеальные результаты, так что продолжай. Ты как ни крути, поэтому скромничать не надо. Давай чемпион. Чемпионом я был 10 лет назад. Вот есть еще одна такая возможность. Сравнили. Спасибо вам, люди добрые. Надеюсь, до скорой встречи. Безусловно, как у любого нормального человека, я сейчас чувствую легкое волнение. Я понимаю, что нужно сконцентрироваться, пройти крайне на сегодняшний день конкурс достойно. И опять же, независимо от того, у меня будет первый или второй результат, вот проиграть Алексею Ягудину мне будет совершенно не стыдно. Но я собираюсь выиграть. Итак, все страхи и ожидания позади. Алексей Ягудин на старте. Вот там, на верхушке. Первый канал. Спасибо тебе за то, что спустя 10 лет после Олимпиады Сотлэк-Сити Ты даешь мне шанс вновь почувствовать адреналин. Ягудин на вот этом огромном надувном бублике слетает вниз в потоке воды. Теперь нужно мгновенно разобраться, в какую сторону плыть. Несмотря на то, что жилет сковывает движение, шлем мешает. Леша быстро поднимается вот на второй, на вторую часть этого этапа. Я не могу не отметить прекрасную физическую форму спортсмена. А вот теперь посмотрим, как он справится с этими нисходящими потоками воды. Легко. Сейчас Ягудин стоит крепко, это весь мир знает. Но посмотрите, какие мощные потоки. Даже Ягудину не устоять. Но тем не менее, он очень уверенно проходит вперед. Я бы сказал мудро, такими короткими перебежками, короткими рывками. Еще одна пауза. Алексей молодец. Он не почивает на лаврах олимпийских побед и все время поддерживает себя в спортивном тонусе, участвуя в различных ледовых шоу. Но это, конечно, совсем не ледовое шоу. Да, это водное шоу, я бы сказал. Так, а теперь это то, что мы называем стеной плача. Здесь требуется подготовка скорее скалолаза. Леша идет небыстро, тщательно выверяя каждый шаг, потому что 6-сантиметровый этот приступочек, слишком узкая площадка, слишком легко ошибиться. Конечно, гениальный спортсмен. Это не просто хорошая физика, это еще и сила духа и воля к победе. А вот теперь нужна еще и стартовая скорость. Успеть стартовать и перебежать на эти сигзагообразные ступеньки. Бежать, 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 пока не догнали. И не сорваться. Успевает или нет? Нет! Назад! Удопоминаем, друзья, для мужчин правила более строгие, нежные. Для девушек и Алексею сейчас придется вернуться на ту лестницу, стены плача, подняться вновь и пройти к моменту начала этой крутящейся конструкции. Ведь если сейчас следующий Арчи пройдет без потерь, то практически у Игудина уже не остается преимущества. Но знаете как? Это все если мы говорим в сослагательном наклонении о будущем. Последнее дело на жестоких играх. Вторая попытка у Алексея. Если он и сейчас сорвется, то дальше нужно будет уже платье к следующей лестнице. Вот там, под круглыми платформами. Ну что, сделай эти Леши выводы. Смотрите, как он тяжело дышит. Ну, Арчи, спасибо тебе за такую конкуренцию. Пошел! Теперь нужно убегать. Убегать от этой красной вращающейся штанги с шарами. Скорее, 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 скорее. Должен, должен. Слава богу. Теперь с одной на другую вращающиеся кладбормы. Они очень скользкие. Потоки воды. Удержаться, удержаться. Ну, а теперь еще и подняться. Ой, опять эта центробежная сила, которая работает против. Против тебя и норовит выкинуть тебя с фрук. Опа! Нет! Даже Ягудин срывается. Даже с его мощными ногами. Он не сумел сейчас достаточно сильно толкнуться, чтобы попасть на последнюю из вращающихся платформ. Алексею придется повторить весь трюк заново. Обратите внимание, платформы крутятся одна по часовой, следующая против часовой, что совершенно дезориентирует даже такого великого спортсмена, как Алексей. Как еще из них прыгать? Но вот видите как? Наскоком здесь не получается. Вот, пожалуй, это единственный вывод, который можно сделать. Все предвидеть. Тем более, что в отличие от других, Алексей, как участник, он первый раз участвует в высоких играх. И вот еще раз срыв. Больше нет того преимущества, которое было у Алексея на старте. Конечно, хорошо ему было там в теплом бунгало с Дмитрием Дибровым сидеть и смотреть, как другие. Нет, при чем здесь это? Я сама сейчас подхожу с позиции человека, который готов встать на место участника. Я очень хочу это сделать, и я это сделаю непременно. Я подозреваю, что нам это уже гарантирует. Теперь у Леши третья попытка, платформы остановлены. Слава богу, потому что невозможно третий раз уже падать в эту мокрую воду. Сколько сил отдана. Все, теперь он на финише. Любимый, я лечу к тебе домой. Вот тебе на. Не рано ли, Алексей, домой-то собрался? Суперфинал-то никто не отменял. И борьба продолжается. Еще его соперник Арчи не ступал на огненную землю. А Алексей вновь продемонстрировал достойную игру чемпиона. Уверенный и по-хорошему злой финал фигуриста. Вот оно, чудище водяное. Что же произошло, товарищ чудище? Почему вы первый раз сорвались, когда вы не смогли убежать от этих вращающихся штанг с красными на болташниках? На самом деле, я работаю на льду. Там вода-то в твердом состоянии, а тут в жидком. Поэтому как-то не свойственно было в этой среде работать. Так это вообще было до попадания в воду. Вы просто бежали вот своими легкими мощными ногами по этим приступочкам. Оказалось, вот сейчас он легко пройдет. Вот ошибка. Легкие ножки. Если были тяжелые, мог бы и не соскочить. Знаете, Алексей, есть ощущение, что ваше предупреждение, любимая я лечу к тебе домой, может оказаться слегка преждевременным. Все может быть. Эта жизнь непредсказуема. Тем она и восхищает нас. Вопрос следующий. А если в итоге олимпийский чемпион Алексей Ягузин, человек, для которого нет преград, и победу которого уже, ну, все уверовали, ну, 30 бонусных секунд, так легко прошел все испытания. Если вдруг сейчас бац, и проиграть Арчи, у которого, ну, нет таких олимпийских регалий, как у вас. Может быть, у него нет олимпийских медалей, но зато у него есть, может быть, что-то другое, что позволит ему ворваться в этот финал победителем. Сколько времени, как ты думаешь, Леша, продолжалась твоя дистанция? По ощущениям. Я думаю, минуты 4. Вот это добраво. 4 минуты 4 секунды, Леша. Но минус 30 секунд. Бонуса. Итого 3.34 ориентир для его соперника. А для Арчи. Отдыхайте. Конечно, я, эх, порвала бы я Юлю, конечно, в финале, но, ладно, стоит признать, что она сегодня была сильнее. Наверное, опыт ее, то, что она проходила уже конкретно такое же испытание, пошел ей в плюс. Ну, не, браво, молодец. Честная победа. Аплодисменты. Что мне запомнилось из сегодняшнего дня, так это вот ожесточенная борьба Ильи и Арчи на третьем этапе, когда буквально дышали друг другу в спину. Но вот у каждого вот в их глазах читалось стремление пересечь эту финишную прямую и пройти в следующую группу. Вот это для меня самое, наверное, яркое впечатление вот сегодняшнего дня.